Центр-2019 вывел десантников на новый уровень выучки. Центр-2019 вывел десантников на новый уровень выучки. Сегодня на вопросы красной звезды отвечает командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Николай Чабан. Речь шла об опыте применения воздушно-десантного соединения в ходе стратегического командно-штабного учения Центр-2019, о том, какие задачи решала дивизия в динамике СКШУ. Кроме того, комдив подвел некоторые итоги боевой подготовки соединения и рассказал о перспективах его развития. Николай Петрович, как дивизия готовилась к СКШУ Центр-2019, с чего началось учение для личного состава соединения. Для нас оно началось вполне традиционно. С комплекса мероприятий по подготовке органов управления дивизии, по слаживанию подразделений и частей, с проведения комплекса специальных учений, с отработки элементов приведения высшей степени боевой готовности. Нами был выполнен весь алгоритм по выработке замысла, принятию решений и планированию предстоящих действий. В дальнейшем было уточнено решение на перевозку и марш к аэродромам взлета в район предстоящих действий. С целью обеспечения безопасности при десантировании заблаговременно семью воинскими эшелонами на полигон Дангуз было перевезено более тысячи человек личного состава и 300 единиц вооружения и военной техники. Сохранение жизни и здоровья личного состава для нас приоритетная задача, в связи с этим был назначен усиленный наряд на площадках приземления. Было сделано все, чтобы исключить при десантировании происшествия. Какие тактические задачи решал личный состав соединения в ходе СКШУ? Несомненно, уникальность этого учения состоит в том, что в ЭДВ применялись в форме воздушно-десантной операции. Это высшая форма применения соединений и частей воздушно-десантных войск. Все силы и средства дивизии в качестве оперативного десанта были десантированы в тыл условного противника и выполняли возложенные на них задачи, спектр которых весьма широк. Таковыми был он в ходе СКШУ, от дезорганизации управления оружием и войсками противника до перехода к обороне на указанном рубеже и обеспечения высоких темпов наступления или ввода в бой контрударной группировки. Как была организована совместная работа с ВТА? Взаимодействие с авиацией было организовано на высоком уровне. Это целый комплекс мероприятий. Согласовывались места размещения аэродромных групп, места до подготовки техники, план загрузки личного состава и вооружения. При этом подчеркну, что скорость самолета Фил-76МД при выброске примерно равна 360 км в час. Цена ошибки экипажа корабля с выходом в точку десантирования слишком высока. Счет идет буквально на секунды. На учении все получилось, как задумывали. Что нового для соединения, которым вы командуете, было на СКШУ? Дивизия впервые за многие годы десантировалась на полигоне Дангус в качестве оперативного десанта. Для лучшего понимания приведу такие цифры. В ходе СКШУ Центр 2019 было десантировано более 2000 человек личного состава и более 200 объектов вооружения и военной техники. Такого, насколько знаю, еще не было в истории Вооруженных сил России. Для доставки десанта в тыл противника использовалось более 70 самолетов Фил-76МД. Это несколько соединений военно-транспортной авиации ВКС России. Было задействовано четыре аэродрома ВТА, Иваново-Северный, Ульяновск, Рязани и Энгельс. С них и осуществлялся взлет. На каждом аэродроме находилось примерно по 300-400 человек личного состава и более 40 единиц штатной техники БМД-2КУ, 2С-9НОНА, БТРЗД, БТРД и другие. Их после получения соответствующей команды и погрузили на борт транспортников. При этом каждый из аэродромов находился на удалении практически 1500 километров от площадок приземления. В то же время подготовка десанта осуществлялась именно на этих аэродромах. Там была организована связь с ним, всестороннее обеспечение и подготовка в районах ожиданий и на аэродромах взлета. Выбрасывался оперативный десант с высот 600 и 900 метров на две площадки приземления, находившиеся на расстоянии до 3 километров друг от друга на одном полигоне одновременно. Выполнение всего спектра этих задач для меня, как командира соединения, было очень важным и ответственным делом, поскольку все, что проходило в динамике воздушно-десантной операции на полигоне Дангуз, это апогей применения воздушно-десантных войск. Не скрою, мне повезло командовать дивизией, которая применялась в качестве оперативного десанта на учении такого масштаба, такой динамичности и напряженности. Это уникальный опыт как для дивизии, так и для воздушно-десантных войск в целом. Еще находясь в воздухе, десантник обязан определиться с объектом приземления и, если необходимо, вступить в бой с противником. В чем особенность столь массового десантирования личного состава и техники? Несмотря на то, что все планируются заранее, проводятся все необходимые предварительные расчеты, ставятся конкретные задачи, в процесс подготовки или в само десантирование может вмешаться все, что угодно. Например, погода на аэродроме. Этот фактор может воспрепятствовать самолетам военно-транспортной авиации взлететь и выстроить в воздухе боевой порядок в заданной точке, исходя из того, какую задачу подразделения будут выполнять на Земле. Экипажам Ил-76МД также крайне важно соблюсти интервалы между кораблями, выдержать курс полета и точное время начала и окончания выброски десанта. Все эти моменты могут сказаться на численности оперативного десанта. Если хотя бы одна аэродромная группа по объективным причинам не взлетает, состав воздушного десанта сокращается. В таком случае необходимо тут же уточнять задачу. Еще, предположим, меняется скорость ветра в районе площадки приземления, тоже вносятся коррективы. Иногда приходится десантироваться на объект или в непосредственной близости к нему. А что это значит? Это очень сложная задача, хотя на первый взгляд может показаться, что все достаточно просто. Но это не так. Поэтому ВДВ это войска, которые воюют сразу в двух сферах, и на Земле, и в воздухе. Еще находясь в воздухе, десантник обязан определиться с объектом приземления и, если необходимо, вступить в бой с противником. После десантирования необходимо было произвести перегруппировку, уложить парашютные системы, а личному составу полностью собраться, чтобы быть в места дислокации уже не семью, а 14 воинскими эшелонами. Если все сделано так, как положено, то в пунктах постоянной дислокации дивизии нам не потребуется много времени на сбор при возникновении новой, очередной задачи. Каков был алгоритм десантирования на Денгуз? В соответствии с замыслом первыми десантировались группы специального назначения на парашютных системах Арбалет-2. Они выходили к разным объектам. Эти парашюты позволяют пролететь достаточно большое количество километров и совершить приземление в заданной точке. Далее для изоляции площадки приземления было осуществлено низковысотное десантирование с высоты 200 метров. Что было сделано специалистами воздушно-десантной службы соединения при подготовке к СКШУ? Специалисты ВДС дивизии это профессионалы. Мне посчастливилось служить в разных соединениях и частях. Но здесь особенная школа. В дивизии нет проблем с выполнением программы прыжков и десантированием вооружения и военной техники. Личный состав ежегодно получает солидную практику. Несмотря на тенденцию роста количества десантирований, части и подразделения дивизии готовы к таким испытаниям в полном объеме. Но надо понимать, что, помимо специалистов ВДС, задачу в первую очередь решают командиры рот, ботальонов. У нас каждый командир способен в своем подразделении организовать укладку десантных парашютов. Хотя в штате соединения есть и роты обеспечения десанта, и взводы укладчиков. В дивизии сложилась традиция. Этих специалистов мы используем при укладке в первую очередь многокупольных парашютных систем. На ваш взгляд, каков уровень подготовки молодых офицеров, прибывших служить в части и подразделения дивизии в этом году? Сегодня в соединении 44 таких офицера. Они прошли подготовку на сборах и планово поставлены в строй своих подразделений. Лейтенанты также принимали участие в стратегическом учении Центр-2019. Каждый на своем месте. Для них это очень хорошая практика и бесценный опыт. Кого бы вам хотелось выделить по итогам СКШУ и учебного года в целом? Все части и подразделения справились с поставленными перед ними задачами достойно. Особо отмечу Ивановский парашютно-десантный полк. Это уникальный полк ВДВ, имеющий три вампила министра обороны. Они были вручены по итогам различных учений. Поэтому и держат марку. Личный состав полка также принимал участие в Центре-2019, умножая заложенные предшественниками добрые традиции части. В целом дивизия успешно выполнила программу прыжков за этот год. Если говорить о процентном соотношении всех прыжков в ВДВ, то у нашего соединения он высокий, что и позволяет нам в настоящее время выполнять задачи столь высокого уровня и с таким коэффициентом сложности. Соединение имеет хорошие показатели, в том числе и в боевой подготовке. Мы по итогам 2018 года и за летний период этого признаны лучшим соединением в воздушно-десантных войсках. К этому шли и планомерно, исходя из требований командующего ВДВ. Каждый горд в соединении завершается полковым тактическим учением на незнакомой местности с отработкой всего спектра задач, которые способны и обязаны решать подразделения и части ВДВ в тылу противника. К слову, уточню, что дивизия укомплектована более чем на 70% военнослужащими по контракту. Командирам не приходится каждый раз повторять одно и то же. Между словом «контрактники» и словом «профессионалы» мы в дивизии ставим знак равенства. Я доволен своим личным составом. Александр Пинчук, «Красная звезда».